Все мы, как люди, хотим быть понятыми. Уильям Сван, ученый из Техаса, разработал целую психологическую теорию self-verification, которая гласит, что если другие люди понимают нас не так, как мы сами, то мы очень сильно расстраиваемся. А еще ученые-разработчики по всему миру развивают искусственный интеллект и учат его понимать людей. Зачем? Чтобы решать наши задачи и отвечать на наши вопросы и в конце концов развлекать нас лучше с учетом того, как они нас понимают. Искусственный интеллект последние годы развился очень сильно. Можно по-разному показывать прогресс, но я это сделаю на примере того, как алгоритмы играют в игры. Еще в 1997 году суперкомпьютер под названием Deep Blue победил чемпиона мира Гарри Каспарова. Но шахматы — это такая игра, где очень легко получить преимущество за счет того, что можно быстро просчитывать варианты. Конфигураций не очень много, и это получается довольно большое преимущество над человеком. Но есть и другие игры. Например, знаменитая корейская игра в Го, она гораздо сложнее. Задача — захватить камни противника, которые другого цвета. И вот противники по очереди захватывают камни друг друга, из-за этого сложность драматически растет. И число конфигурации игры в Го — это 10 в 172 степени против шахмат, где 10 в 120. Оба числа выглядят громадными. Но сложность Го в миллион, триллионов, триллионов и так несколько триллионов раз сложнее. И чтобы понять масштаб, можно вспомнить, что атомы во Вселенной 10 в 82 степени. То есть так громадные числа, и ни человек, и даже ни компьютер не могут все эти конфигурации просчитать. И вот чтобы играть в такую сложную игру, человеку приходится использовать все свои мыслительные навыки. Это не просто просчет вариантов, но какое-то распознавание паттернов, стратегии. Кто-то даже говорит, что интуиция. И поэтому в эту игру обыграть компьютеру человека было очень сложно. И в 2016 году компания DeepMind разработала алгоритм AlphaGo и вызвала лучшего на тот момент игрока по Го Лиси Доля. Несмотря на то, что многие эксперты предсказывали, что это еще невозможно, алгоритмы не готовы и нужно еще лет пять, чтобы достичь уровня человека, алгоритм победил довольно уверенно со счетом 4-1. Интересно, как алгоритмы здесь готовились, в чем причина успеха. Во-первых, это, конечно, уже использование нейронных сетей, хитрых стратегий для поиска решений. Но интересно то, что алгоритм очень много играл сам собой и таким образом не только на опыте человека учился, а его превосходил. А всего через три года искусственный интеллект победил людей уже в компьютерную игру, в Dota 2. Это такая командная игра, где пять человек в команде, а еще там помимо самих людей на игру влияет искусственный интеллект игры. Он управляет агентами, нейтральными крипами, так называемыми. То есть это уже гораздо больше похоже на реальный мир. И даже в такую игру искусственному интеллекту удалось победить. Тут интересный факт в том, что организаторам пришлось ограничить скорость реакции компьютера и искусственного интеллекта, иначе без всяких стратегий компьютер переигрывал человека просто за счет микроконтроля, за счет того, как быстро он что-то делает в игре. Это интересное понимание, что победить можно не только за счет ума и стратегии, но и за счет каких-то физических ускорений. Я не нашел фотографию, где ребята из команды OG грустные, но, поверьте, они расстроились, когда железяка их победила. Что еще? Вот прогресс в играх понятен. А где еще нужно искусственному интеллекту поднимать нас? На самом деле почти везде. Текстовые движки, которые ищут документы в интернете, не просто используют текстовый запрос, но и знают что-то про нас, чтобы показать релевантный документ. То же самое стриминговые сервисы, такие как Netflix, Spotify, Яндекс.Музыка, они рекомендуют нам сериалы и музыку так, что мы не можем оторваться, делают это очень хорошо. Другой пример — это голосовые помощники. Такие помощники, как Алиса, Олекса, Сири, Олег, они все пытаются нас понять, распознать нашу речь, вычленить оттуда текст, и из текста какой-то смысл, чтобы отвечать на наши вопросы. Но Олег — это не шутка. Кто не знает, есть голосовой помощник в банке, названный Олег. Искусственный интеллект помогает не только нам в повседневной жизни, но и профессиональным спортсменам. Например, проанализировали броски в игре баскетбол в профессиональной линге NBA и выяснили, что с одних и тех же мест с каких-то мест на площадке бросать выгоднее. Игроки, вне зависимости от подготовки, стратегии игры, они вот с этих мест попадают лучше. Эта информация пришла к тренерам. Тренеры сказали своим игрокам бросать с этих мест. Игра стала проще. Что видно, если сравнить игры 15-летней давности и сейчас, стали бросать гораздо менее разнообразно. Но при этом результативность увеличилась. Удивительно, искусственный интеллект учит людей играть в баскетбол. Ну и что далеко ходить? Многие из вас пришли сюда, потому что увидели таргетированную рекламу в Инстаграме. Но вот при всем при этом искусственный интеллект переигрывает нас в игры, очень хорошо решает какие-то задачи, много чего про нас понимает, но все вы сталкивались с тем, как он совершает глупейшие ошибки в очевидных, казалось бы, человеку местах. У меня есть случай с моим сыном. Он когда был маленький, он искал фотографии клубники в интернете, а почему-то нашел клубничку. Это, кстати, послужило одним из причин, почему моим первым проектом в компании Яндекс стала работа над классификаторами изображений. Мы отличали картинки для взрослых от картинок не для взрослых, чтобы не показывать по запросам, которые это не подразумевают, те самые картинки. И вот работа над этим проектом, кстати, именно поэтому, если сейчас ввести в Яндексе мокрые киски, то вы увидите много грустных котиков, которые… Так вот, получается, что искусственный интеллект в каких-то задачах очень глупый. В чем причина этого явления? Что есть такого в людях, что нет в искусственном интеллекте? Приведу еще один пример. Это фотография и скриншот, сделанный с советского мультфильма «Мозаика». И там все предметы вот такие, в виде треугольников. И моя дочь, когда ей был год, и когда у нее словарный запас составлял где-то слов 30, и все, что она умела, она показывала на предмет и говорила, что это стол, это хлеб. И когда она смотрела этот мультик, она сказала, что это кошка. Она смотрела этот мультик первый раз. Никто ей не говорил, что вот эти треугольники — это кошка. То есть в ее маленькой голове, с ее небольшим опытом, была уже концепция кошки, которая каким-то образом сформировалась из других мультиков, картинок, походов по улице. То есть она каким-то образом из этих треугольников поняла, что это кошка. И удивительно другое. Я эту картинку загрузил в разные современные движки для анализа изображений, которые учились на миллионах картинок, и у них там в базе миллиарды этих картинок есть как примеры. И все эти системы, они не нашли там кошку, они нашли все, что угодно. Треугольники, кубизм, какую-то геометрию, но никто из них кошку не нашел. То есть, понимаете, да? Обучение, если в обучении нету таких конкретно картинок с треугольниками, то алгоритмы не могут вычленить здесь эти объекты. А годовалый ребенок может. Приведу другой пример. На этом слайде два предложения. И нужно ответить на вопрос, к чему относятся местоимения в каждом из них. Там женщины перестали пить таблетки, потому что они беременны. Они — это женщины или таблетки? Ну, потому что они беременны, очевидно, что это женщины. А во втором предложении — они канцерогенны, это уже таблетки. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что женщины бывают беременны, а таблетки бывают канцерогенны. И это такое общее знание, которое доступно человеку. И если задать вам много таких примеров, вы очень хорошо ответите, почти 100% все в аудитории скажут про местоимения. При этом, если взять самые лучшие нейронные сети для анализа текста, которые в других задачах, таких как перевод, написание коротких текстов, показывают результаты лучше, чем среднестатистический переводчик или писатель. Так вот, в этой задаче нейронные сети ничего не могут сделать. Они намного хуже человека работают. То есть для вычленения такого рода знаний искусственный интеллект сейчас не готов. И вот есть целый термин «general intelligence». То есть это такой искусственный интеллект, который эквивалентен человеку по своей структуре, по способности решать интеллектуальные задачи. И вот эти примеры, они показывают, почему «general intelligence» сейчас невозможен. И понимание, которое сейчас есть у искусственного интеллекта о нас, оно скорее основано на том, что мы берем большие массивы данных, как-то их статистически анализируем и вычленяем такие закономерности, которые мимикрируют по человеку. То есть искусственный интеллект, в каких-то задачах его очень сложно отличить от человека, но общего понимания концепции может не быть. А люди, наоборот, они очень быстро учатся, формируют концепции. Именно такая возможность к обучению позволяет нам, например, управлять автомобилем. Мы из состояния, что мы не водим автомобиль, за три месяца в автошколе становимся теми, кто довольно неплохо автомобилем управляет. Я в 2017 году задался целью разработать искусственный интеллект, который превзойдет человека в управлении автомобилем. А мы в компании «Яндекс» сделали проект по созданию беспилотной технологии. И с тех пор я каждый день на практике пытаюсь научить искусственный интеллект решать эту сложнейшую задачу. Давайте посмотрим, в чем она заключается и как технология это сейчас делает. У беспилотной автомобиля есть много сенсоров. Первоначально это такая сырая информация о мир. Мир сканируется, находятся препятствия, расстояние до них. Потом, исходя из всей сенсорной информации, мы можем превратить какие-то абстрактные препятствия в конкретные. Например, вот человек подходит к пешеходному переходу, и автомобиль собирается повернуть направо и проехать мимо нас. Также мы можем здесь увидеть сигнал светофора и многое другое. Но этой информации недостаточно, чтобы принимать решение о том, как мы едем. На данном перекрестке мы хотим выехать на зеленый сигнал светофора и повернуть налево. Чтобы это сделать, нужно пропустить трафик, который едет нам навстречу. Но как понять, этот трафик едет прямо или он нам как-то уступает и сам поворачивает? И только вот когда встречная машина начинает движение налево для себя, мы понимаем, что уже можно его не ждать и ускоряемся. Другой пример решения и понимания, которое нам нужно сделать, это припаркованные автомобили, у них может внезапно открыться дверь. Очевидно, что оттуда выйдет человек и нужно на это реагировать. Нам очевидно, а машину надо учить. Но это такие простые примеры, которые встречаются в каждодневном движении. На самом деле, если много ездить, можно увидеть много чего интересного. Вот, например, человек, который полперва ночи в городе Иннополис несет мусорный пакет. И вот он идет посреди дороги, вы мне поверите или нет, он делал это полчаса. И наша технология решила, что от него можно ждать все, что угодно. Давайте будем аккуратно за ним ехать и ничего не делать. Я бы на месте технологии, конечно, побибикал бы, высунулся в окошко, покричал бы что-нибудь, но наш искусственный интеллект не таков. Он, не знаю, понял ли он, что ожидать от этого человека, но он его определенно простил. Еще один пример ситуации — ветка на дороге. Вот обычно ветки на деревьях, а вот сейчас она как-то оказалась на дороге, и рабочий ее убирает. Нам с вами, очевидно, надо остановиться, подождать, пока рабочий уберет эту ветку и проехать дальше. А алгоритму сначала нужно эту ветку распознать. А для этого нужно, чтобы эти ветки в каком-то виде были на дорогах или рядом. Потом нужно понять, что не нужно ее пытаться объехать, а нужно подождать, пока рабочий ее уберет. Это пример, почему концепции людям очень сильно помогают. И вот вопрос, как это все вместе собрать, как все такие всевозможные случаи учесть в технологии. На самом деле ответ очень похож на все, что мы слышали раньше и стандартный для тех, кто занимается машинлернингом и искусственным интеллектом. Нужно собрать как можно больше данных. Мы за время тестовой эксплуатации нашей технологии проехали больше 17 миллионов километров. Ни один даже профессиональный водитель столько за свою жизнь не проезжает. Даже если он проезжает миллион километров, он не может потом эту информацию использовать для того, чтобы ездить лучше, чтобы развиваться, потому что мы не помним большую часть ситуации. А технологию можно улучшать, используя все эти данные. Мы можем все версии нашего искусственного интеллекта проверять на интересных ситуациях, которые случались в прошлом. И это большое преимущество. Еще, как я уже говорил, искусственный интеллект использует сенсорную информацию. И сейчас на автомобиле три семейства разных сенсоров. Они уже видят мир лучше, чем человек. Мы видим за автомобилями, сверхточно определяем расстояние. У нас мощнейший вычислительный юнит лежит в багажнике. Он на порядке лучше и быстрее, чем тот, который победил Каспарова в 1997 году. И, конечно, мы используем алгоритмы, современные нейронные сети. И вот все это вместе позволяет ездить по центру Москвы довольно уверенно, даже в таких условиях, когда навалены сугробы, причем некоторым людям приходится ходить по дороге, потому что на тротуаре не чищено. И нужно разъезжаться с какой-то техникой уборочной. И важно отметить, что все эти компоненты, которые я перечислил, продолжают улучшаться. Вычислительные мощности становятся мощнее каждый год. Сенсоры видят еще лучше. Алгоритмы тоже не прекращают развиваться. Ну и, конечно, данных мы собираем все больше и больше. Это означает, что искусственный интеллект продолжает прогрессировать. А люди, вот они как стали хорошими водителями, они сильно лучше не становятся. Поэтому я абсолютно уверен, что технология беспилотного вождения не только сравняется с человеком, но и превзойдет ее. А в ближайшее время искусственный интеллект будет производить большую часть поездок. Но что же с ответом на исходный вопрос? Способен ли искусственный интеллект понять человека? Пока ученые не смогли создать тот самый general intelligence, который я упоминал. И понимание искусственного интеллекта человека сейчас скорее поверхностное. Но это не мешает роботам решать реальные практические задачи уже сейчас. А вот понимать и прощать друг друга нам пока придется самим. Спасибо.